Готовность номер один. Десант коммунальщиков высадился в Вознесеновском парке. Работники Зеленстроя и Титана наводят чистоту и порядок, облагораживая территорию ко дню города и Покровской ярмарки. Что уже сделано и чем будут удивлять запорожцев, узнавала Инна Гогой. Работница КП «Зеленстрой» Валентина Зубова в Вознесеновском парке с 8 утра. Вместе с коллегами подготавливает парковые склоны для цветочных композиций. Аккуратно выкладывает из земли и песка цифры, буквы будущих надписей и поздравлений. Все работы выполняют по специальной технологии. Сначала освобождаем территорию от травы, потом завозим землю, делаем из земли, потом засыпаем землей, потом сверху песком засыпаем, потом уже будем украшать цветами. Накануне праздника готовые надписи украсят хризантемами, тагетисом или по-простому чернобрывцами и прочей красотой. Зеленстроевцы обещают запорожцам традиционные свадебные платья из роз, цветочную карту Украины и многое другое. Будет связано с детским творчеством и 70 лет освобождения города Запорожья. Так как у нас год детского творчества, поэтому у нас будет очень много детских фигур, такие как лисички, мишки, белочки, зайчики и тому подобное. Я не хочу раскрывать сейчас секреты, какие у нас будут фигуры, но будет очень интересно. Тем временем работники КП «Титан» наводят чистоту, красят лавочки, качели, урны, меняют лампы. Уже облагородили территорию вокруг озера, в парке покосили траву, привели в порядок беседку влюбленных. Но работы еще хватает. Планируется освещение доделать, заменить лампы освещения на каскаде «Фонтан Радуга», тоже заменить лампы со светодиодами, установить 80 биотуалетов. Возле сцены планируется установить еще 400 стульчиков, чтобы можно было сидеть, смотреть представление. И на стадионе ДСС проводятся работы по ограждению поля, так как 5 и 6 октября там будут конные представления. Коммунальщики обещают, все, кто придет 5 октября на Покровскую ярмарку, в Вознесеновский парк не узнают. Единственное, о чем просят жителей города – бережно относиться к тому, что сделано. Тогда, говорят, и красота сохранится надолго.